Друзья, всем привет! Привет подписчикам, привет новым пользователям канала! Продолжаем серию обзоров бюджетных планшетов. Сегодня у нас в гостях Tablet PC K106GT OEM-версия. То есть это планшет не брендированный, но он очень выгодно отличается от своих собратьев, от конкурентов по стоимости, поскольку при стоимости 4-ядерного планшета он имеет полноценных 8 ядер. В данном устройстве установлен MTK6592, 4-ядерный процессор и Mali-450MP, видеочип. Так, переходим непосредственно к обзору. Внутри у нас по комплектации сам планшет. Кстати, на планшете уже наклеена пленка, аккуратно наклеена по всему экрану, поэтому покупать ее дополнительно не нужно. И по комплектации все самое необходимое, а это именно microUSB кабель для подключения нашего планшета к компьютеру, OTG кабель, немного позже, немного подробнее. И зарядка на 220 вольт 2 ампера. Вот такая вот красивая, аккуратненькая зарядочка для подзарядки нашего планшета. Так, давайте уберем комплектацию и поговорим о самом устройстве. Итак, теперь подробнее о самом устройстве. 10,1 дюйма у нас размер матрицы, то есть размер именно матрицы, не планшета, а именно матрицы. У нас фронтальная камера, сзади у нас основная камера, задняя крышка полностью сделана из металла, вот это полностью металл у нас. Здесь у нас отсек от карты памяти и SIM-карты, две SIM-ки, пожалуйста, полноразмерные и карта памяти. Карта памяти максимальный объем 128 ГБ. SIM-карты поддерживают 3G всех мобильных операторов Украины. В принципе, из всего мира нет никаких ограничений. Так, сверху у нас разъем microUSB для зарядки и подключения от АГ-капеля, либо других самосъемных устройств. Сбоку качель громкости, вот она в цвет корпуса выполнена, клавиша включения-выключения и разъем сбросика. Снизу у нас есть микрофончик, поскольку планшет можно использовать для видеосвязи. Также есть громкая связь, то есть когда вы позвоните через SIM-карту, к примеру, да, то можете разговаривать по громкой связи. Есть микрофон, поэтому все возможные динамики. Кстати, у него два динамика, то есть стерео-система идет, и, собственно говоря, когда вы будете играть в игры, либо слушать музыку, либо смотреть в фильмы, будет, соответственно, идти стереоэффект. По сборке нет никаких претензий, сборка у нас качественная, все прилегает абсолютно идеально, ничего нет, как бы нет никаких зазоров, никакого там клея, знаете, как бывает. То есть планшет берете в руки, и первое впечатление реально от него только хорошее, сборка здесь реально отличная. И по тому, как держать в руках, у него традиционно для этой серии планшетов скошены боковые края, то есть они закруглены, и они не впиваются в руку. Весит немного, то есть по весу и ребенку, и взрослому человеку, женщине, мужчине будет вполне комфортно с ним работать. То есть в этом плане нет никаких замечаний. Ну что, в целом, по дизайну я рассказал, можно сказать, дизайн сдержанный, но при этом достаточно современный. Давайте перейдем теперь, а, кстати, вот еще есть разъем под наушники, подходят все абсолютно наушники совместимые, да, по этому разъему, это джек, мини-джек, поэтому, кто любит слушать музыку через наушники, там, либо, кстати, ради здесь есть встроенный радио, он тоже работает, наушники как антенна. И еще одно, иногда по акции к этому планшету еще идут наушники, поэтому обращайте внимание в описании, если видите наушники, то вообще будет замечательно, получайте бесплатно еще наушники по акции. Все, ребят, по внешнему виду, по интерфейсам я подсказал, рассказал, теперь давайте перейдем к тестированию самого планшета. Поехали. Итак, вот наш красавец включен, давайте начнем, наверное, с программки Antutu, посмотрим характеристики устройства, и, собственно говоря, пройдемся по всем основным характеристикам. Так, у нас набирает почти 26 тысяч баллов, что является достаточно хорошим результатом, модель K106GT, так, тест функцию моего устройства, детали, а детали, это, наверное, по тестированию, так, где у нас, где информация, ага, вот. Так, модель K106GT, процессор MT6592 от компании Mediatek, это 8-ядерный процессор, Mali 400MP у нас видеочип, Android 442, 1208х800 у нас идет разрешение, 5,3 Мп, ну, по умолчанию 5 Мп основная камера, 2 ГБ АЗУ, 32 встроенных, по умолчанию доступно порядка 30, содержанием хорошим результатом является, поскольку обычно, когда там 32 ГБ, доступно плюс 26, 25, то здесь придут на порядка 30, вот. Так, ну, это просто часть памяти, и сейчас они тоже играми, я закачал их. Процесс у нас 4-битный, у нас 8 ядер, так, поддержка OpenGL ES2.0, 10 дюйм-экран, плотность пикселей 210 ppi, у нас камера основная 5.3, фронтальная 2.1, в 6000 мА у нас батарея, то есть достаточно хорошие характеристики, опять же, эти характеристики гораздо выше, чем аналогичные у 4-ядерных процессоров, но при этом планшетов, но при этом стоимость его на уровне даже ниже, то есть это реально бюджетный планшет с реальными 8-ю ядерами. По функционалу это полноценный Android 4.4, здесь нет никаких дополнительных настроек, то есть он стоковый, и для того, чтобы работать с ним, не нужно быть академиком, либо проходить специальный курс, если никогда вы не пользуетесь планшетом, буквально первых 5-10 минут, то вы уже будете опытным пользователем. Так, по функционалу. Стандартно, как в любом планшете-телефоне, у нас есть функция звонков, то есть есть номеронабиратель, набираем номер, совершаем звонок, так же сам просто можно добавлять контакты, выставлять фотографии на звонки, очень просто отправить SMS-сообщение, видим, как есть функция автоповорот экрана, нажали, набрали текст, указали номер оппонента, переключили язык таким образом, то есть видите, все очень просто, добавили, если хотите, картинку, там, видео и получили SMS-сообщение. Следующее, что многие спрашивают, сразу буду показывать, рассказывать, Play Market. Есть полностью рабочий Play Market, это очень важно, планшете без Play Market будет очень тугое. Play Market, через него вы сможете ставить там программы, игры, все, что захотите, абсолютно бесплатно, почти все программы идут абсолютно бесплатно, к примеру, Viber, да, Viber захотели? Ввели Viber, все, поиск Viber, и загружаете, устанавливаете, абсолютно бесплатно, устанавливаете, потом пользуетесь, то есть, ну, как бы, все-все абсолютно здесь очень просто и легко. Так, по Google аккаунту, можно поставить Google аккаунт, Google почта, любая другая почта, почтовый клиент, все работает через интернет, есть встроенный браузер. Можете пользоваться им по умолчанию, можете, например, использовать любой другой браузер, который загрузите там, например, Google Chrome, Opera, также без проблем. Электронные книги, кстати, ну, из вас, как можете читать электронные книги? Ребята, проще не было, давайте я вам покажу на примере, да, например, ну, я интернет показал, заходим в Play Market, даже если не знаете, как называется программа, да, где-то Play Market я уже прозевал, так, перемещаемся, так, вот он, Play Market. Есть офигенная программа, называется CoolReader, значит, она уже бесплатная, вот, видите, под... CoolReader, вот, бесплатно установить, она будет, она загрузится, после этого сможем ее зайти, и там она поддержит очень много форматов электронных книг, их можно без проблем, бесплатно загружать через браузер, даже встроенный браузер этого планшета, то есть все делается через планшет. Зашли, загрузили программу, вот видите, она уже установилась, и должна появиться иконка у нас на... Вот, на рабочем столе появилась иконка, заходим, и здесь у нас можно загружать книжки дополнительные, через внутреннюю память, через карту памяти, да, загруженные книжки, и потом открывать их и читать, то есть все очень просто и легко. Кстати, вот мне нравится, что здесь задний фон, видим такой приятный, глаза не устают, вот так она листается. Опять же, тем, кто любит электронные книги, и любые книги, даже учебники для ребенка, можно таким образом читать. Кстати, если покупаете планшет, у вас, например, студент или учится в школе, то вообще без проблем можно использовать книжку, планшет не только для игр, но и в учебе. Его реально можно использовать как электронную книгу, причем сюда влезет почти, даже не почти, а весь школьный курс. Реально, да. Кстати, вы можете попросить при покупке, и вам установят электронные учебники для школьников с 1 по 11 класс. Так, поехали дальше по... Что у нас, что у нас, что еще интересует? Как правило, камера, да? Скажу сразу, камера здесь, конечно, это не зеркалка, должен понимать, это камера-планшета, но какие-то простые снимки она сможет сделать, что можно сфотографировать, что сфотографировать, что, что... Вот часы, к примеру, да? Часы у нас есть, то есть можно сфоткать. Так. Функция отслеживания. Ну, давайте попробуем сфотографировать часы. Ну, в целом, в целом, качество, в принципе, у нас получилась качество фотографии, да? То есть, понятно, что на зеркальную фотокамеру вы сделаете лучше, но, ребят, сколько будет стоить вам зеркальная фотокамера, да? Ну, кстати, стрелки видны, и все видно, да? Вот, в принципе, для обычного планшета фотки достаточно на уровне, то есть, пожалуйста. Сразу показал. Кстати, по функциям, ну, тут тоже все просто, ребят. Заходите на стройки, тут все по-русски, да? Например, есть прикольная фишка геолокации информации о местоположении. Это, к примеру, если вы включите GPS, а в этом планшете есть GPS, встроенный, кстати, его можно использовать как навигатор, то под фоткой будет информация указана, например, Киев, там, Крещатый, да, или там, Кирилловка, там, Каса, там, Федотова, да, вот такое, типа этого. Так, по параметрам фото у нас 5 ммп максимальный, автоспуск есть, можно ISO менять, функция улыбка, обнажение листа, ну, в общем, тут много всяких фишек, о которых можете, там, играться, и есть, естественно, видеосъемка. Кстати, Full HD пишет. Так, следующее, что нас еще интересует, бывает, часто спрашивают, есть музыкальный плеер, то есть, mp3-шки проигрывает, есть видеоплеер, проигрывает он видео. Так, диспетчер файлов есть у нас, видим, то есть, все здесь у нас. Ага, вот, кстати, у нас какое-то видео даже есть, давайте запустим. Начать сначала. А, это, звук классный. Как красиво, тетя Люся всегда мечтала побывать в Лондоне. Не, звук реально классный. Кстати, это Full HD видео. Видим, еще не тормозит. Превосходный подарок. Ну, ладненько, ребят, потом посмотрите. Так, что еще, что еще, что еще, что еще. В принципе, основные моменты я все подсказал. Как говорил, есть FM-радио, да, наушники будут использованы как антенна. И не путайте с интернет-радио. Это обычное радио, которое сможете использовать без интернета. Конечно, еще есть и интернет-радио. Так, в целом, в целом, наверное, основные моменты я вам показал, да. То есть, реально, полный функционал интернет-планшета. Здесь 3G, GPS, FM. Кстати, есть Bluetooth, да. Bluetooth есть, то есть, можно сейчас взять его с Bluetooth-колонкой, поставить музыку, и еще будет у вас такая целая дискотека. Реально, иногда они еще даже по акции с Bluetooth-колонками идут. Да, есть такие акции, идут с Bluetooth-колонкой в подарок. Ну, там, она спускается по минимальной цене. Ну, что, в принципе, в основном мы все посмотрели. Теперь давайте, наверное, переходим к игровому тесту. Поехали. Первый груз у нас это асфальт восьмой. Поехали. Крутая гоночная игра. Реально, реально крутая. Мне кажется, она, наверное, Тинкучмид одна из лучших на платформе. Конечно, если уметь играть, посвящать меня. А ну-ка, дрейфт о нем. Так, за дрейф даются очки. И за вот эти вот штуки тоже даются очки. Опа, полетели. Ну, и игрушка вообще без проблем. Ну, где реально, для восьмоядерного процессора игра, это легкое задание. Играть вполне комфортно. Ой-ой-ой. Так, кыш. Кыш, 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 кыш. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой. Прилетим, прилетим, прилетим. Перелетели. Класс. Чё, куча чашков получили. Красотень. Так, а ну-ка, иди, сбрысни. Брысни немножко. Дрифт, 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 дрифт. Дрифт, дрифт. Вот реально, даже не хочется отрываться. Хотя я понимаю, что обзор не резиновый, но... Затягивает игрушка. Так, а ну-ка, у нас. Полетели, полетели, полетели. Ой-ой-ой-ой. Ой. Ладненько, ребят, по... Асфальту восьмому все понятно. Дорогие, идем дальше. Это Mortal Kombat X. Прикольная такая. Провели. Провели. Еще. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Получи-получи. А ну. Два пальца, это Блок-блок-блок. Ну, Блок-блок. А ну-ка, иди сюда. А ну. Комфи! А сейчас. Рубилова. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Походу, дядька, сейчас мы наваляем. Упс. Сейчас будет фаталити, кажется, да? Конечно. Ой-ой-ой-ой. Это не очень хорошо. Опять спец. Да, такое придумали, да? Жесть. Ну что, ребят, это был Mortal Kombat X. Идем дальше. Игрушка у нас Мир Танков. Видимо, 60 FPS выдает. Это Мир Танков Блиц, мобильная версия. Так, поехали. Куда съехать? Играя плохо. Потом сразу не умереть. О, противник. Так. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, давай-давай-давай-давай-давай. Не, не попал. Давай-давай-давай-давай. Подоон целится, интересно. Ух ты. А что на месте стоит? Давай-давай-давай-давай. Что, он как-то не отдупляется, я смотрю. Ну-ка, это пушка странная. Ну-ка. А, быстро-быстро-быстро мне, в принципе. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Ну. Хорошо, чувак, как встал. Ух ты. Готов. Так. А что у нас там, еще один ездит? А ну-ка. Попал, нет? О, вот он, смотрите. О-о-о, еще одного убил. Крутяк. Крутяк. Что, ребят, мир танков плюс. Идем дальше. У нас War Robots. Я ее раньше уже тестировал. Прикольная игруха. Так, надо кого-то найти. О. Попадаем, попадаем. Попадаем. О. О. Хорошо, полетели. Так, перезаряжается у нас оружие. Сигрушка вообще без проблем идет. Процессор вытягивает на ура. Ой, блин. Ого, так, по мне, по мне отрабатывают. Получи, 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 получи. Так, надо прятаться. Надо прятаться. Так, вот он идет. Сейчас мы вольнем. Смотри, чувак. До свидания. Есть. Есть, 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 есть. Что там у нас? Ага, вверху у нас еще, да? Вверху слева. Вверху слева. Вверху слева. Вверху слева нет. Так, перевалим. Перевалим. Налови. Вот собака. Блин. Он меня утер. Помогите. Где там подмога? Еще один остался или что? Пять. Три. Четыре. Есть. Давай, собака. Есть, 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 есть. Ха-ха! Есть! Так, ну что? Можно подводить к концу обзор. Сух, наигрался. Класс. Практически прикольно, когда процессор тянет. Ребята, это была модель K106GT. Напомню, здесь 10 дюймов матрица IPS+. Забыл, забыл об этом сказать. Здесь у нас разрешение 1208 на 800, 2 гигабайта оперативной памяти, 32 гигабайта встроенной, полноценная поддержка 3G, GPS, две сим-карты. И реально, это отличный производительный игровой планшет за небольшие деньги. Ссылка на описание будет оставлена под видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, будет очень много интересного видео. Обязательно сделаю еще игровые обзоры на этот планшет чуть позже. В завершении всем здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok